Факунду Арана и Хианелла Нейра В телесериале Яго. Темная страсть Автор сценария Рикардо Родригес В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглеоранса, Рауль Лавье и другие. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. Режиссер Федерико Палаццо Режиссер Федерико Палаццо Нет Сто долларов Ну, в общем... Можно вас на минуту? Извините. Извините, сеньора, что прерываю вас. Чего тебе? Мне нужен аванс, Руфино. Какой такой аванс? Я теперь агент Гардели и хочу получить аванс. Попроси у Гардели. Нет, из Гардели пока не состоится концерт, ничего не вытянешь. А я хочу прогуляться с девушкой из Миссионос. Руфино, подкинь деньжат. Эта девушка подружка Яго, потому что она еще не знает Сельсо. А ты, похоже, не знаешь, что в карманах у Руфино. Там по крокодилу, вот с такими зубами. Извините. Давайте вернемся к этой вещице. Она меня заинтересовала, и я готова заплатить 150 долларов. У меня разрывается сердце, но... 200. Нет. Хорошо. Давайте поступим так. Я поставлю фигурку, а вам оставлю свою визитку с адресом и телефоном. Если передумаете, позвоните. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. Иди, уходи отсюда. Послушайте, синьора, я слышал ваш разговор. Вам правда нравится эта вещица? Да, очень нравится. За 250 мы сговоримся. Нет, нет, никаких проблем, сеньор. Рада познакомиться. Очень приятно, синьорита. Ну вот и отлично. Сеньор, не думаю, что вашего племянника надо чему-то учить. У него прекрасные манеры. Яга умеет держаться в присутствии красивой женщины, но сиреневы все такие. То, что ему нужно на самом деле, это поднабраться манер, чтобы вести себя, как подобает синьору, человеку нашего круга. Ну, не мне тебя учить. Дело в том, что я никогда не занималась работой такого рода. Возможно, вам следует подыскать более опытного человека. Я здесь начальник. И если я говорю, что ты для этого подходишь, значит, это так. Извините, синьорита права. Вряд ли она сможет меня чему-то научить. Лучше подобрать более подготовленного человека. Что с вами обоими происходит? Ничего. Просто если она не может, я не хочу ее заставлять. Мне кажется, что этому юноше нужна другая учительница. Я ждал этого звонка. Извините. Конечно. Да. Доктор, как поживаете? Да. Я слушаю. Да. Я умею учить. Это ты не способен учиться. Это стоит проверить. Да, хорошо. Тогда научись не бросать трубку, в особенности, когда говоришь с такой женщиной, как я. Но эта женщина променяла меня на другого мужчину. Ревнуешь? Еще чего. Я не ревную. Но если снова увижу этого типа, я из него от ревную сделаю. Да. Какой же ты дикарь. Похоже, вы начинаете понимать друг друга. Так-то лучше. Извините, что прервал наш разговор, но звонил доктор Бессера. Это очень важно. Он придет, чтобы зачитать завещание Мусио. Стоять, мерзавица. Не зли меня, если не хочешь, чтобы я тебя убил. Ты сам напросился. Попал прямо в куст. Вот теперь мама мне задаст. Да еще и садовника у нас нет. Что вы готовите? Я вам сейчас посуду дам, чтобы можно было все уложить. Не надо, Луис. Это для бродяги. Он просил поесть. Мне стало его жаль. Он ждет в саду. Будьте осторожны. Сейчас опасно пускать чужих в дом. Вы к нему подойдете, а он выхватит нож, приставит его к вашему горлу и потребует выкуп. Что тогда делать? Да кто станет требовать выкуп за старика? К тому же, я очень сочувствую людям, которые голодают. Надо ему помочь. Вы такой добрый. Ладно, несите ему его еду. Синьор, вот и все в порядке, видишь? Готово. А ты испугался, малыш. Он испугался. Все можно поправить, дорогой. Все можно поправить. А у вас здесь красивые растения. Да, очень красивые. Но, извините, за ними нужно лучше следить. Без ухода они могут погибнуть. Наш садовник уволился две недели назад, и мы до сих пор не нашли другого. Знаете, за тарелку супа я мог бы сегодня поработать. Это было бы хорошо. Спасибо. А я могу посмотреть? Конечно. Я приготовлю смесь для опрыскивания из табака и мыла. Хорошо, хорошо. Малыш испугался. Сельсо. Что такое? Тебя что, стучаться не учили? Ты отвезешь меня к Яго или нет? Может быть. Сельсо, если ты меня к нему отвезешь, я буду тебе так благодарна. Говоришь, благодарна? Очень. И каким образом ты собираешься меня отблагодарить? Что? Ты о чем? Не заводись, не заводись. Просто у меня появились деньжата. Я хотел пригласить тебя перекусить, потанцевать. Сельсо, не думай, что это будет правильно, ведь я невеста Яго. Я же не руки твои прошу. Ладно, проехали. Я спрошу адрес у Гарделя. Подожди. Хорошо, хорошо. Я пойду. Но сначала ты дашь мне адрес. Не волнуйся. Сельсо держит слово. Бедный Лусио. Такая ужасная смерть. Я клянусь тебе, что отомщу Альду за все твои страдания. И за то, что он не дал нам пожениться. Почему ты не стучишься, когда входишь в мою комнату? В твою комнату? Да. Это моя комната, как, впрочем, и весь дом. В чем дело? Боишься, что я увижу тебя голой? Выйди, мне надо переодеться. Это то, что ты не стучишься.